Друзья мои, всем привет! Сегодня мы познакомимся с героями 20-го поколения на основе тестового сервера игры State of Survival. На момент записи ролика мы не можем найти героев и посмотреть их стили, но самое главное мы можем изучить их навыки. Помните, что это тестовый сервер и реализация на основных серверах может измениться. В 20-м поколении нас ждет пехотинец Стейси, наездник Сяо Вень и охотник Бомба. Давайте начнем по порядку. Первый навык пехотинца Стейси и гида чемпионки. Каждый второй ход Стейси готовится в течение двух ходов, а затем дает всем союзникам щит в размере 150%. Второй навык цепной стиль. Каждый четвертый ход Стейси бьет всех противников и наносит им 175% урона. Третий навык точечная кара. Каждый раз, когда Стейси наносит урон, цель получает один заряд слабости и наносит на 4,25% меньше урона. Эффект суммируется до четырех раз для каждого вражеского отряда и длится 8 ходов. Если честно, то не совсем ясно, что это за эффект слабости. Ранее такого в описании навыков не встречалось. Весьма вероятно, что это просто снижение урона, потому что в игре как раз написано, что под этим эффектом противник наносит меньше урона. Судя по описанию навыков, Стейси будет героем стиля Берсерк. Об этом говорит подготовка в навыках. Она должна будет заменить Робби, пехотинца 17-го поколения. Но это предварительные выводы на основе описания навыков. Точный стиль мы скоро узнаем. Перейдем к герою-наезднику. Первый навык Сяо Вень – знак бунтарства. Каждый четвертый ход выпускает бомбу с краской в передние два ряда противника и наносит 225% урона. Второй навык – Шквал Спокойствия. Каждый четвертый ход бросает исцеляющую бомбу, которая лечит первые два ряда союзников и восстанавливает силу войск на 22,5% за ход в течение двух ходов. Третий навык – Мастерство побега. Она маскирует краской союзные отряды с иммунитетом к обезоруживанию. И они получают на 12,5% меньше урона. Тут должно быть все очевидно – Сяо Вень – герой жизнестойкости, потому что именно этот стиль играет на основе восстановления и лечения отрядов. И как бонус вы получите иммунитет к обезоруживанию. Она заменит наездницу Мию из 17-го поколения. И последний герой из нашей тройки 20-го поколения – это Охотник Бомба. Его первый навык – взрывной залп. Каждый четвертый ход бросает зажигательную гранату в передние два ряда противников и наносит 125% урона за ход в течение двух ходов. Второй навык – Токсичные овации. Бомба отравляет оружие союзников в двух задних рядах. Когда эти союзники наносят урон от навыков, на цель с вероятностью 10% накладывается отравление. В течение двух ходов отравленные противники получают 10% урона каждый ход и наносят на 17,5% меньше урона. Тут отравление выглядит просто как некая метка, при которой враги подвергаются некоторому воздействию. И последний навык – Шалость. За каждый горящий отряд противника урон от навыков отряда Бомбы повышается на 10%. Конечно, Бомба должен быть героем контроля. Он заменит Дональда из 17-го поколения. Его навыки, правда, звучат интересно, но я считаю, что пока есть горение, играть контролем очень опасно. В очередной раз повторюсь, что достаточно одного грозового вооружения с антигорением, и вы получите во много раз больше урона, чем нанесете. На этом все, друзья мои. Также скажу, что я озвучил навыки на начальном уровне. А когда вы их прокачаете, цифры в навыках будут еще интереснее. Будем вместе ждать возможности прокачать героев, чтобы точно узнать их стиль и понять приоритет прокачки навыков. Подписывайтесь на мой канал в Ютубе, Рутюбе и на группу ВКонтакте. А также обязательно делитесь этим роликом с союзниками. Берегите себя и не отставайте от трендов. Даже в СОС уже появились квадроберы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok